Сейчас Динара расскажет что-то о вашей команде. А вся команда слушает и делает творческие дополнения. Меня зовут Владислав Тадыршкин, проект «Россия с нами не пропадет». Начинаем. Здравствуйте, меня зовут Динара, я представляю команду Лефортова. У нас в команде команда очень дружная, позитивная. Мы считаем, что спорт должен сопровождаться позитивом, поэтому мы всегда стараемся, по крайней мере, вести себя благородно. Ну и очень дружимся. Наш капитан команды Оля Илюшечкина. И в принципе все девочки, я ими горжусь очень сильно за сплоченность и за дружину. А где вы учитесь, работаете? Мы работаем, мы все в основном работаем. Большинство из нас это учителя физической культуры, спортсмены. Но также кто там по специалистам. А вы тоже учительница физкультуры? Нет, я аккаунт-директор в диджитал-компании. Делаем сайты, приложения, ищем спонсоров Лефортова. Это хорошо. Значит, я сразу предстаю, чтобы ваш сайт сделал рекламу для нашего кинопроекта. А медийные ресурсы нашего кинопроекта, в свою очередь, сделают рекламу для вашей команды и вашей замечательной фирмы. Было бы здорово. И сразу же тема идет о том, что вы все учителя физкультуры. Расскажите о ваших замечательных детках. Чему вы там учите на уроках физкультуры? Какие ваши впечатления? Расскажите о ваших девушках. Ну, первая наша задача – это сохранить и укрепить здоровье каждого ребенка. Поэтому мы программу подбираем именно так, чтобы каждый ребенок полноценно себя чувствовал в этой среде. Чтобы он полноценно получал все двигательные навыки, развивал, чтобы развивался всесторонним. Это прекрасно. А вот как вы находите такую не очень приятную вещь? Вы все в Лефортово, в вашей школе, находятся? Или в других районах Москвы? Все из разных районов. А Лефортово, как появилось название? Абстрактно или по согласованию с муниципалитетом? Да, по согласованию с муниципалитетом у нас, в принципе, как одна из поддержек – это именно администрация Лефортово. Поэтому мы ее благодарим тоже. Вот, в общем, с гордостью. Герб Лефортова. И хотелось бы дополнить, сказать спасибо нашему тренеру, который поддержит нашу команду в ежевых рукавицах, не распускает нас, и благодаря ему мы показываем достаточно хорошие, высокие результаты. На что вы на тренировках, как правило, обращаете внимание? На технику, на физическую подготовку? Да, в принципе, на все. Футбол – это такой вид спорта, где нужно развивать все – и тактику, и быстроту, и… Все-все-все. Все качества. По вашему женственному футболу достижим такой вариант, как скорость реакции не хуже, чем на мужском. Конечно. Ну, по опыту тех ваших коллег, которые приходят в футбол уже в взрослом возрасте, это не всегда скажешь. То есть, там смотришь на Лигу Пантеон, там первое, на что обращаюсь внимание, на их, мягко говоря, не лучшую скорость реакции. Это съемочными средствами фиксируется, создается масса комичных моментов. Это очень комично иногда воспринимается. Хорошо, расскажите, пожалуйста, а вот где у вас место тренировок? Ну, в данный момент мы тренируемся в зале в спортивном. Это зал, который относится к школе. Вот, но зал не позволяет нам развивать полноценно наше физическое качество, потому что он маленький. И нам нужен хороший большой зал для минки, мини-футбола, да, чтобы мы могли расти выше, выше, выше. Ну, развиваешь – это здорово. А ваши молодые люди, ваши мужья к этому нормально относятся? Да, они нас всячески поддерживают. Сегодня, к сожалению, не смогли приехать. Вот, но активно они нам пишут, звонят, интересуются и с победой ждут дома. Ну, это хорошо. Но я, в свою очередь, хочу перед вами похвастаться, что я из «Россия с нами не пропадет», вытягиваю документальный фильм с большим количеством элементов комедии. Я бы еще хотела добавить единственное, что хотелось бы обратить внимание и, может быть… Нет, ну, вчера работал на тему нереализованных моментов. Может, представьте, сколько там шуток можно накрутить. Да, я хотела бы обратить внимание такое, особенно на женский футбол, любительский. Хотелось бы попросить, ну, людей, то есть, там, может быть, чиновников и чиновников Москвы непосредственно, чтобы приняли какую-то более высококачественную, может, большую поддержку для этого вида спорта. Потому что, я смотрю, девочки интересуются, играют совершенно разные девочки, есть, которые абсолютно не умеют играть. В общем, это надо, мне кажется, и для здоровья надо, полезно, чтобы мы рожали хороший, качественный генофонд. Ну, смотри, Динара, с Вашего позволения, тогда вопрос в своемотношении индивидуальных и командных видов спорта. Футбол по сравнению с фитнес-клубом, с пробежками, просто с зарядками ежедневными, с пассейном, вот, что лучше, что хуже? Ну, я могу сказать, что фитнес, он тут идет, как такая подмога, наверное, для физической подготовки, для того, чтобы человек держал себя в форме. Но вот именно футбол – это командная игра, где присутствует азарт и непосредственно заинтересованность людей. То есть, если человек занимается физической культурой полноценно, то это прекрасно, но вот именно, что касаемо футбола, конечно же, это вот эмоции, это, в общем, командная игра. А, то есть, эмоции на первом плане, да? Да, эмоции, да, это, конечно, конечно, все хотят победить, все хотят выиграть, принять участие, это обязательно общение. То есть, в фитнес-клубах обычно, как правило, ты приходишь один в наушниках, ну, максимум ты с тренером занимаешься. А здесь именно коммуникация происходит, работа с командой и, в общем-то, общение. Динара, всяческих вам удач, большое спасибо. Вам спасибо, большое.